Начиная работу, точнее литературную часть моего видеосериала, я часто задаю себе вопрос, на который не всегда могу дать ответ. А именно, создавая макияж, чего я добиваюсь, что хочу сказать в каждом конкретном видео. И честно говоря, ответов может быть множество. От классического «я художник, я так вижу» до индивидуального подбора продуктов и техник макияжа, показывая свою фантазию и чью-то мечту. Поверьте, я никогда не ставлю себе задачу оголтелого преображения из разряда «до» и «после». Это не моя тема. Результат очень важен, без сомнения. Но я ловлю себя на мысли, что мне интересен сам процесс, его творческая составляющая и, что очень важно, в моменте съемки. Макияж рождается, как вологодское кружево, из мельчайших деталей. И это сплетение техник и способов нанесения косметики, помимо того, что уносит меня в глубину моего сознания, часто дает мне возможность визуально воплотить какие-то внутренние фантазии и позволяет мне в бесконечной дороге самоутверждение и поиска неосязаемого идеала женской красоты, которая, в свою очередь, многогранна и у каждого своя. Сегодня у меня модель, скажем, в зрелой молодости использует максимум тушь, ну, может быть, еще бальзам для губ. И я не уверен, что он цветной. Создать из нее диву Лолу в стиле Донателло или театральной дивы, конечно, можно. Вопрос, зачем? Просто потешить свое творческое эго и самоутвердиться на макияжном олимпе, тоже вариант. Вопрос, надо ли ей это? Из того, что вижу и понимаю, это не в ее стиле и характере. Ей это просто не нужно. Вся эта гламурная пыль не вписывается в ее стиль жизни и круг общения. Скорее, ей необходимо понимание применения базовых продуктов в повседневной жизни. И, может, пару вариантов использования содержимого ее косметички. Согласитесь, вполне нормальное желание, что, в принципе, я и делаю в кадре. Кстати, о кадре. С тенями от Givenchy вроде все удачно получилось. И пора выполнить мою классическую дымку, используя палетку от Estrada. И, конечно, тем из вас, кому интересны все продукты в этом макияже, я обязательно сделаю шпаргалку в описании к этому видео. Думаю, разнообразные карандаши для бровей моя модель вряд ли будет использовать. А вот стойкий фиксирующий гель от Belour Design будет идеальным решением для этих полусоболей. При таком легком, можно сказать, воздушном макияже глаз, черная тушь и Каял просто необходимы. Тушь от Dolce, он же Кабана, Каял от Romanova Makeup. Перед прорисовкой губ всегда хорошая идея увлажнить ее бальзамом, что и делаю в кадре продуктов от Чапстик. И затем карандашом от Luxe Visage уже не то чтобы рисую, скорее подчеркиваю контур губ в их натуральной форме с классическим миллиметром в подарок. И, конечно, при всей естественности этого макияжа вуаль света от Guerlain точно не помешает. Главное нанести пудру легко и аккуратно. Блеск для губ от Джеффри Старовича в оттенке Fuchsia совершенно не пугает меня. Я люблю яркие интенсивно пигментированные продукты, потому что из яркого всегда можно сделать более облегченную версию. А вот наоборот уже проблематично. Что, в принципе, вы и видите в кадре. Это видео мое визуальное подтверждение, что макияж это зеркало жизни, а не фантазия на тему. Удачи и красивых вам макияжей!